Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появились могучие напарники. Франкенштанг, в котором я души не чаю, и машина, которую я получил абсолютно бесплатно в каком-то там ивенте давненько, Объект 244. Танк 7 уровня и 6 уровня. Ну и понятное дело, что эти машины можно рассматривать только через призму того удовольствия, которое вы сможете от них получать. Ни в коем случае не через призму фарма, потому что они не фармят нормально. Ну и конечно же не через призму статы, потому что среднего урона набивать какого-то конкретного вы не сможете. Да и кто там в принципе статой занимается, играя на 6 и 7 левелах. Что касается ценника, 5500 вроде бы немного, но с учетом того, что Франкенштанга в свое время выставляли на продажу в составе набора за 2500 голды. И вот тогда я говорил, да ребята, хватайте пока он есть, это действительно крутая тачка. А объекта раздавали вообще бесплатно и мне сейчас очень сложно его оценивать в голде. То скажу вам следующее, 5500 все-таки для набора дорого. Если было бы 5000, я бы сказал, что есть над чем подумать. А здесь же есть над чем подумать несколько раз. Особенно с учетом того, что у нас сейчас летний аукцион идет и грядет третья волна. Если вдруг вы планировали что-то покупать, то наверное вы придержите все-таки свою голду до лучших времен. Что касается того, что положили в наборе. Да, есть X5 в количестве 20 штук на каждой из машин, но они несущественно. Пускай хоть и помогут, но все же с элитным окопом экипажа лучше возиться на 8 уровнях или где-нибудь повыше, может даже на 10. Что касается, ребят, открытого оборудования, да, сэкономите серебра, но не так уж и много. Хотя у каждого свой карман. Короче говоря, ребят, 5500 все-таки дороговато. По отдельности, как вы видите, хотят 2500 за объекта 244. Это нормальная адекватная цена для объекта. А вот 3500 за голого франкенштанка здесь я уже не согласен. Таким образом, получается, что мое мнение по поводу цены подтверждается стоимостью данных машин, если покупать их в разнобой. Да и в принципе, что вы получаете-то, покупая в разнобой? Голую машину, а в наборе просто с открытым оборудованием. Вот и все. Что касается объекта 244, то его сейчас мы выкатим обязательно из ангара. Сделаем сейчас абсолютно честный обзор на данную тачку. Очень хорошее, приятное орудие. Время перезарядки 6 секунд, альфа в 200, которая меня лично радует. Не хватает пробития, безусловно. Но я вместо того, чтобы оборудование поставить на калиброванные снаряды, я пользуюсь периодически просто голдой. Она не так уж дорога. Да и плюс к тому, на шестом уровне я играю ради удовольствия. И мне не жалко потратить серебра на то, чтобы получить удовольствие от победы. Что касается урона. Урон в минуту действительно неплохой. 2000, а время сведения чутка бы, чутка бы меньше и было бы вообще идеально. Но в целом и так неплохо играется. Больше смущать будет вас угол всплывания орудия в минус 6. Но в целом для советской техники это обычное дело. Вот такой вот он по ТТХ в игре. А что касается, ребят, его брони и сравнения с другими машинами, то давайте посмотрим. Сначала начнем с брони. Броня для своего уровня действительно есть. Она довольно неплохая. Пробивает нижний бронелист, поэтому надо его прятать. Что касается башни, очень часто в преобладающем большинстве будут рикошеты. Что касается ком башни, она вроде бы кажется большой, но выцеливают ее не так уж и часто. В основном будут подлавливать, если вы будете отворачивать башню, будут вот сюда забрасывать. Ну и соответственно будут искать ваш нижний бронелист. В целом же, ребят, машина забронирована, простите, довольно-таки неплохо. И в основном играется налегке. Что касается сравнения с другими машинами. ДПМ, да, пускай не самый божественный, есть с кем соревноваться, но в то же время есть огромное количество машин на уровне, у которых, как видите, ДПМ существенно ниже. Пробитие. Можете поставить себе калиброванное, будет 154 и будете наравне со всеми у себя на уровне. Что касается времени перезарядки, то мне как раз нравится играть на досылателе, потому что в таком случае у меня 6 секунд перезарядки. Это один из лучших показателей у себя на шестом уровне. Подвижность машины просто божественная, 43 и 15 назад. Как вы видите, очень мало машин есть с такой же подвижностью. Есть по 45, несколько тачек, ну и в принципе все, привет, все остальные будут похуже. Что касается процента по победам. Как вы видите, машина пользуется популярностью. 728 игроков ее играли и собрали практически 55%. Есть очень мало машин, которые пользуются такой же популярностью на шестом уровне среди тяжелых танков. Да, пользуются популярностью КВАС, КВ-2, но там ребята играют, которые пытаются дойти до десятки, добраться до ИСов. Ну а в целом же машина, как я уже сказал, интерес у игроков однозначно вызывает. Чем вызывает? Давайте возьмем машину, поедем в бой и попытаемся ее реализовать. Итак, друзья, поехали. Вот с нами как раз есть Франкенштанг. И если я не ошибаюсь, то и против нас есть Франкенштанг. А значит мы сможем заодно и посмотреть, как играются эти машины. Что касается Франкенштанга. Ну, с учетом того, что он уровнем повыше будет, то, соответственно, для нас он существенная опасность. И, соответственно, необходимо как можно осторожнее поотыгрывать в отношении самого Франкенштанга. Что касается времени перезарядки, то, как видите, перезаряжается класс на орудии. Что касается точности. Великолепная точность. Для своего уровня альфа неплохая. Понятное дело, что, опять-таки, если в отношении Франкенштанга и говорить, и, скажем так, с ним бодаться в бою, то, понятное дело, что необходимо будет сделать достаточное количество выстрелов для того, чтобы его разобрать и отправить его в ангар. Но если вы будете встречаться с шестерками, то, поверьте мне, вам не будет сложным с ними соперничать. И абсолютно не будет сложно минусовать их и отправлять товарищей отдыхать, дожидаясь следующего боя. Мне лично 244-й, ну, очень сильно нравится. Это очень бодрая, классная тачка, которая нормально передвигается по карте, которая комфортная в отношении орудия, которая действительно доставляет массу удовольствия, и именно за это я его и люблю. Я его в свое время получил бесплатно в ивенте, и формировать на него ценник, согласитесь, очень сложно. Говорить о том, что он не стоит 2500 только лишь потому, что я бесплатно когда-то его получил, это будет нечестным по отношению к объекту, да и, в принципе, к любому танку, который периодически выходит на продажу, особенно низкоуровневая машина. Скажу вам откровенно, если бы у меня этих машин не было, красавчик, молодец, правильно развернулся, если бы данных машин у меня в ангаре не было, и ценник на них был бы 5000, я бы брал эти машины, абсолютно не задумываясь. Ну, просто потому что я понимаю, что эти машины могут доставлять массу удовольствия, могут действительно радовать вас своими результатами, но что самое интересное, заканчивая бои на этой машине, даже если вдруг, даже если вдруг я проигрываю, я все равно выхожу из боя исключительно с позитивными эмоциями. Ну, как можно не получать позитивных эмоций от вот таких вот боев? Сейчас посмотрим на результативность нашего настрела, и, поверьте мне, мы будем, я думаю, одними из лучших. По крайней мере, мне так кажется. Я для этого сделал все возможное. Если бы, если бы мы играли против шестерок, то наш результат был бы существенно лучше. Ну, а здесь все-таки было, было с кем попадаться, что касается урона 1300 с копейками единиц, что касается фарма. Несмотря на то, что шестой уровень вроде бы не профарм, то с учетом прем-аккаунта у меня копилка пополнилась на 49,5 тысяч. Не было бы према, было бы 35. Тоже, по-моему, довольно неплохо, с учетом того, что на шестом уровне побеждать гораздо легче, чем на восьмом. Ну и, соответственно, коэффициент фарма, пускай немножко ниже, но все равно гораздо проще получаемый фарм, чем где-то уровнями выше. Наша результативность средняя по команде. Мы могли бы сделать чутка побольше, но, опять-таки, как бой сложился, так сложился. Я ожидал немножко лучшего. Я думал, что мы будем хотя бы в тройке лидеров, но мы не немного отстали, по большому счету, от этой тройки. В целом, ребят, объект 244. Машина очень интересная, очень фановая. И, я бы сказал, достойное рассмотрение для приобретения ее и постановки к себе в ангар. Возможно, не сейчас, возможно, не во время летнего аукциона, но в целом, когда он будет по приемлемой цене и вы будете готовы потратить на него 2500 золота, то, наверное, имеет смысл. Что же касается Франкенштанка, то, ребят, переходите по ссылкам, которые есть в описании к данному видео. Поверьте мне, там есть на что посмотреть. И я больше чем уверен, что руки к Франкенштанку у вас однозначно после этого зачешутся. Я снимаю честные обзоры специально для вас и очень надеюсь на то, что вы отблагодарите меня своими подписками, лайками, комментариями. Ну и обязательно приходите на прямую трансляцию. Кстати, ребят, прямая трансляция будет уже буквально 25 числа вечерком. И на ней мы разыграем особый пропуск на следующий месяц среди зрителей на трансляции. А еще, ребят, среди тех, кто оставит сейчас под данным видео комментарий с указанием своего игрового никнейма и ID на Евросервере. И обязательно не менее 7 слов. Вы должны быть подписаны на мой канал, а ваши подписки должны быть активны, открыты, так, чтобы я мог их видеть. Жду вас всех на прямой трансляции. Всем желаю успеха, всем желаю победить и забрать себе особый пропуск на сентябрь. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok